Весной 45-го окончилась война. Мир, победивший войну, стоял у начала новой жизни. Мир выбирал дороги, по которым ему было идти. А я весной 45-го окончил семилетку. И мне тоже предстояло сделать выбор. Продолжать ли учебу в школе, в восьмом классе, или поступать в специальное артиллерийское подготовительное училище, сокращенно спецшкола. Были когда-то до войны и в первые послевоенные годы в Москве такие учебные заведения. Сделать выбор помог спорт. Я увлекался футболом. Играл за первую юношескую команду общества «Крылья Советов». И, конечно, как болельщик, не пропускал ни одного матча с участием взрослой команды мастеров высшей лиги. ЦДК. Федотов. Бобров. Гринин. Имена эти золотыми буквами были написаны на небесах нашей юности. Это были кумиры, примеры для подражания и, не побоюсь этого слова, властители наших мальчишеских дум. Может быть, особая популярность знаменитых армейских форвардов объяснялась в те времена еще и тем, что весной 45-го Красная Армия разгромила гитлеровские полчища. Команда ЦДК как бы олицетворяла собой и представляла на футбольных полях корпуса, дивизии, победившие на полях сражений. Симпатии огромного числа болельщиков к армейскому клубу выражали любовь всего народах Красной Армии, выбросившей ненавистных оккупантов с нашей земли, освободившей Европу от фашизма. Человек в военной форме был героем того времени, символом эпохи. И я всей душой болел за ЦДК. И всей душой хотел стать военным. Короче говоря, выбор был сделан. Я поступил в артиллерийское училище. Мои жизненные планы на ближайшие десятилетия были мне абсолютно ясны. Я продолжаю тренироваться в команде крылья советов, одновременно учусь в спецшколе. А потом, достигнув вершин футбольного мастерства и окончив военное училище, становлюсь офицером и перехожу в ЦДК, имея непосредственной целью приблизиться к спортивной славе таких великих игроков, как Федотов и Бобров. Все очень просто. Но жизнь нередко усложняет исполнение замыслов, корректирует наши благие намерения. Наше специальное военное артиллерийское подготовительное училище было, вообще-то, обычной средней школой с тремя старшими классами – восьмыми, девятыми и десятыми. Но мы носили военную форму, зеленые кителя, синие брюки на выпуск, узкие черные погончики с эмблемой рода войск, шинели и фуражки с настоящей красной звездочкой. И поэтому все наши старшие десятые классы назывались первой батареей, средние девятые – второй батареей, а мы, самые младшие, восьмые классы – третьей батареей. И командиром нашей третьей батареи был капитан Гаврилов. Впервые мы увидели его на общем построении всех вновь принятых в училище восьмиклассников. Вдоль строя медленно шел среднего роста, довольно молодой, сухощавый и очень уверенный в себе человек, внизко на самые глаза надвинутой фуражки. На левой стороне его кителя были прикреплены в три ряда орденские планки. На правой – пять красных нашивок и четыре желтые. Пять тяжелых ранений и четыре легкие. Но самым интересным было даже не это, хотя мы все, новички, сразу же поняли, что перед нами фронтовик, боевой заслуженный офицер, заплативший девятью ранениями за три ряда планок своих орденов и медалей. Самым интересным был даже не взгляд капитана Гаврилова из-под низка на самые глаза надвинутого черного лакированного козырька фуражки. Волевой, не улыбчивый, жесткий взгляд военного человека, прошедшего в своей фронтовой судьбе через многие, очевидно, даже недоступные нашему воображению испытания. Самым интересным, самым интригующим во внешнем облике капитана Гаврилова была его походка. Он шел вдоль строя батареи совершенно не военной, а какой-то несерьезной, почти танцующей походкой. Он двигался неширокими, осторожными шагами, как бы поджимая под себя ноги, коротко, изящно и бесшумно ступая, тоже совершенно не военными, а обыкновенными штатскими, остроносными модельными полуботинками. Это была походка Барса, вышедшего на тропу охоты, профессионально идущего навстречу опасности. На следующий день мы, Третья батарея, уже знали, что все свои ордена и ранения капитан Гаврилов получил, командуя противотанковой батареей, уничтожив на войне несметное количество немецких тигров и фердинандов. А теперь он командовал нашей Третьей батареей, батареей зеленых салаг вчерашних школьников. Через неделю после начала занятий я принес капитану Гаврилову письмо от тренера моей футбольной команды, в котором тот просил отпустить меня на игру с юношеской командой общества трудовые резервы. Капитан прочитал письмо и окатил меня ледяным взглядом своих светло-серых, неподвижных и непроницаемых глаз. «Вы для чего поступили в училище?» – прищурившись, спросил командир батареи. Я молчал, не зная, что ответить. «Отпустить на игру вас не могу», – твердо сказал капитан Гаврилов. «Идите во взвод и продолжайте занятия». «Взвод?» – так назывался у нас обыкновенный школьный класс. «Товарищ капитан, а как же быть отвратительно штатским голосом?» – занудливо начал я. «Ведь проиграют же наши ребята без меня». Командир батареи резко встал. «Вы для чего поступили в военное училище?» – повторяя свой вопрос, почти крикнул на меня капитан Гаврилов. «Чтобы стать офицером или футболистом, немедленно возвращайтесь на занятия». Но я не послушался командира батареи. Тайком, изловчившись, выбрался я из училища и отправился на игру с трудовыми резервами. Играл я плохо. Самовольная отлучка, как говорится, давила на психику. Несколько раз из выгодных положений буквально с двух метров не попадал по воротам. Терял мяч в простейших ситуациях. Небрежно пасовал, не возвращался в защиту. Одним словом, как говорят спортсмены, вешал лапшу и подбирал пшенки по всему полю. Слава Федотова и Боброва отодвигалась от меня на весьма неопределенное расстояние. Вечером, огорченный и расстроенный, я вернулся в училище. И первым, кого увидел на контрольно-пропускном пункте, был капитан Гаврилов. Из-под низка на самые глаза надвинутого лакированного козырька фуражки меня сверлили жерла двух противотанковых орудий, подернутой светло-серой изморзью и холодной металлической стужей. «Вы почему?» — полоснув меня своими стальными зрачками, начал и не смог закончить от задушившего гнева капитан Гаврилов. «Вы почему не выполнили моего приказания?» — зловяще повторил он. И в его голосе я уловил шипение, готового вот-вот разорваться осколочного, а может, и фугасного снаряда. «Почему не вернулись на занятия?» Я молчал, внимательно изучая острые носки щеголеватых модельных полуботинок командира батареи. «Вы куда смотрите? Поднять глаза!» «Где были?» «На футбол ездил я же, просил вас отпустить». При слове «футбол» лицо капитана исказило мгновенное судорога. Три наряда в не очереди скрипучим голосом, но уже совершенно спокойно сказал он. «И немедленно, шагом марш, на кухню чистить картошку!» Так началась великая эпопея моей борьбы с капитаном Гавриловым. Три тоскливых вечера подряд в полном одиночестве чистил я на кухне картошку. Особенно невыносимым оказался третий вечер. Командовавший у нас на кухне старшина Пончик свое симпатичное прозвище он получил за то, что на его круглом розовом лице никогда не росли ни усы, ни борода. Ткнул пальцем в огромный мешок картошки и сказал мне, чтобы к пяти часам утра все было готово. Я выполнил приказ старшины Пончика гораздо раньше назначенного срока. Каждую картошину я доводил до кондиции всего шестью ударами ножа. Правда, каждый готовый продукт после моих несложных манипуляций приобретал вид небольшого белого кубика. Но меня это не смущало. Движением ножа влево я смахливал со стоящей передо мной табуретки очистки на пол. Движением ножа вправо отправлял белый кубик в ведро с чистой водой и доставал из мешка новую картофелину. Отсекаем левую часть, правую, переднюю, заднюю, нижнюю, верхнюю, порядок. Утром, еще до подъема, меня разбудил Пончик и повел на кухню. Около горы очистков, которые я накануне, засыпая на ходу, просто забыл убрать, стоял, заложив руки за спину, в надвинутой на самые глаза фуражке капитан Гаврилов. Взвесить очистки, не глядя на меня, приказал командир батареи, Вес очистков значительно превышал вес готовой продукции. Еще три наряда вне очереди, все так же не глядя на меня, сказал капитан Гаврилов, и мягкой, танцующей походкой барса вышел из кухни. В следующие три вечера я уже не четвертовал картошины, а старался по возможности увеличить разницу в весе между очистками и готовой продукцией, стремясь, естественно, к увеличению веса последней. Старшина Пончик был вполне удовлетворен моим возросшим кухонным мастерством. Между тем, воспоминания о плохой игре с трудовыми резервами постепенно ослабли в моей памяти. Давняя мечта быть похожим на своих кумиров Федотова и Боброва и необходимость приблизиться к их великой спортивной славе снова позвали меня на футбольное поле. И я принес командиру батареи второе письмо с просьбой отпустить меня на игру на первенство Москвы по футболу среди юношеских команд. Капитан Гаврилов молча разорвал письмо. «Вы что же, решили издеваться надо мной?» Тихо спросил он, устремляя на меня из-под своего замечательного козырька напряженно-стеклянный взгляд. Слегка передвинув указательным пальцем фуражку с олба на затылок, командир батареи смотрел на меня так, как будто видел в прицеле своего противотанкового орудия очередной немецкий «Тигр». Я не отводил глаз от капитана. Впервые я видел фуражку на его голове не в обычном надвинутом, а в необычном отодвинутом положении. И вдруг с ужасом для себя увидел, что левый висок капитана Гаврилова как-то странно пульсирует. Багровеет, вздувается и опадает, бледнеет. Багровеет, бледнеет, вздувается, опадает. И из-под лакированного козырька был виден рубец шрама. Начало продолжившегося, очевидно, под фуражкой тяжелого головного ранения, одного из тех пяти тяжелых ранений, которые были обозначены на кителе командира батареи пятью красными нашивками. Заметив мой взгляд, капитан Гаврилов быстро вернул фуражку в первоначальное положение, закрыв козырьком шрам. А мне вдруг стало невыносимо стыдно чего-то. На глазах у меня почти навернулись слезы. «Товарищ капитан, я не хотел издеваться, я просто очень люблю футбол». «Отставить все разговоры о футболе», — спокойно сказал командир батареи. «А чтобы неповадно было еще раз убегать в самоволку, пять нарядов вне очереди. Товарищ капитан, хоть десять, — взмолился я, — только отпустите на игру, я целую неделю буду картошку чистить». Командир батареи подошел ко мне вплотную, лицо его покрылось бледной испариной, желваки на скулах ходили ходуном. «Вы где находитесь? В детском саду или в военном училище? Неделю хотите чистить картошку, будете чистить неделю, но на футбол не пойдете. Я вас отучу от вашего футбола. Я вас научу выполнять распоряжения и приказы старших». Всю следующую неделю, сидя по ночам на кухне над горами картофельных очисток и глядя в темное окно, я, конечно, неоднократно предавался размышлениям о причинах нелюбви капитана Гаврилова к футболу. Это было даже как-то непонятно. Мужчина, офицер, и вдруг так ненавидит игру, столь любимую всеми мужчинами и даже всем народом. Да слышал ли он когда-нибудь о Федотове или Боброве? Бывал ли хоть раз на стадионе на играх ЦДК? Да, еще я думал о том, что командир батареи при всей общей суровости и жесткости своего характера все-таки лично ко мне относится наиболее сурово и несправедливо. Но почему? Что делало светлые глаза капитана Гаврилова при взгляде на меня такими ледяными, такими неулыбчивыми и непроницаемыми? Почему так непреклонен он в своем нежелании отпускать меня на футбольные игры? Почему так безжалостно заставлял чистить по ночам эту проклятую картошку? Или непреклонность старших и безжалостное искоренение непослушания младших являются основой основ воинской службы? Может быть, армия начинается именно с этого? Короче говоря, я не без пользы для себя проводил время на кухне нашего училища самостоятельно, на собственном примере, постигая первые премудрости своей будущей военной жизни. Был здесь и еще один положительный момент. Я сильно подружился со старшиной Пончиком. Сердобольный старшина искренне жалел меня в моем неравном поединке с капитаном Гавриловым. И чтобы угодить Пончику, чтобы обрадовать его наибольшим выходом готовой продукции и сделать надежным союзником в своей борьбе с командиром батареи, я к окончанию моей картофельной недели научился почти виртуозно чистить картошку. Я уже срезал с нее самое, что ни на есть минимальное количество кожуры и мог, не отрывая ножа от поверхности любого клубня, полностью очистить его. Да, капитан Гаврилов на всю жизнь научил меня чистить картошку. Никогда не встречал я человека, который лучше и быстрее меня чистил бы картошку. Всю жизнь я чистил картошку лучше любой женщины, лучше даже собственной жены, снимая гораздо меньше кожуры, чем снимает она. Да, капитан Гаврилов сделал из меня, может быть, лучшего в те времена чистильщика картошки в мире. Но отучить меня от футбола, как обещал, он так и не смог. И дело было не столько в моей настырности и упрямстве, а в команде ЦДК. Слава о ней гремела. В газетах все время печатали фотографии Федотова и Боброва. И отбыв на кухне все наряды вне очереди, я через несколько дней принес командиру батареи третье письмо тренера нашей юношеской футбольной команды Крылья Советов, в котором в самых изысканных выражениях излагалась убедительная просьба освободить меня на один день от занятий для встречи с обществом водник. Бегло ознакомившись с письмом, капитан Гаврилов, с трудом преодолев свою постоянную неулыбчивость, нехорошо засмеялся. «Видимо, придется отчислять вас из училища», твердо сказал он и отвернулся к окну. «Мне нужны будущие артиллерийские офицеры, а не фанатики футбола». «Товарищ капитан, а за что отчислять?» промямлил я, немного напуганный решимостью капитана совсем изгнать меня из спецшколы. «Я же только на один день прошусь». Привычным движением, надвинув еще ниже на самые брони фуражку, командир батареи, вкратчивый мягкой походкой Барса, перед прыжком прошелся по комнате. О, как я ненавидел в ту минуту и его лакированный ярко блестевший козырек, и его танцующую походку, и его щегольские модельные полуботинки. Я даже забыл в ту минуту о тяжелой головной ране капитана, которую он скрывал под фуражкой. Остановившись в углу, капитан Гаврилов устремил на меня свои неподвижные, свои светло-серые бронебойные глаза. И я уловил в них ответное чувство ненависти. Нет, это, конечно, была не ненависть, а скорее неприязнь. За что в самом деле было ненавидеть ему фронтовику, боевому офицеру, меня, упрямого мальчишку, всего лишь навсего настырного и неуемного футболиста? Как всегда, я не отводил взгляда от игольчато острых непреклонных зрачков командира батареи, и мне показалось, что в них мелькнула уже не неприязнь ко мне, а какая-то своя собственная мука, какое-то свое неизреченное страдание, а может быть даже и сострадание ко мне со всеми моими неискорененными футбольными страстями. На мгновение я даже увидел сквозь сукно-фуражки рану на голове капитана, ее багровый рубец, ее пунцовый напряженно-пульсирующий шрам. Молча, без слов, капитан Гаврилов, как бы спрашивал у меня, ну, что ты пристал? Что ты привязался ко мне со своим футболом? Что ты мучаешь меня своими письмами? Неужели не понимаешь, насколько неприятны мне все эти разговоры о футболе? И в это время в комнату вошел старшина Пончик. Он вошел в комнату без разрешения старшего по званию, не постучав даже в дверь, что само по себе было уже крупнейшим нарушением устава. Товарищ капитан, взволнованно начал старшина, я это, я знаю про его письмо, он мне показывал. Пончик посмотрел на меня, и на его лице я прочитал приказ рта не открывать. Товарищ капитан, горячо продолжал старшина, отпустите вы его ради бога на один день. Он ведь лоб себе расшибет, себя и вас изведет. Я видел, как он по ночам картошку чистил, а если он так с ума по своему футболу сходит, пускай в училище организует команду, пускай играют у нас на глазах рядом. Заступничество старшины Пончика решило мою участь. Командир батареи некоторое время изумленно смотрел на старшину своими бешенными, непробиваемыми светлыми глазами. В глазах капитана молниями метались вопросительные знаки. Что происходит? Почему проявил такой либерализм Пончик? Или эта малахольная спецшкола уже не армия? Или дисциплина после окончания войны отменяется? И все-таки что-то смягчилось в неуступчивой противотанковой душе капитана Гаврилова. Вздохнув, он покачал головой, сел к столу и что-то быстро написал на злополучном письме из общества Крылья Советов. Когда капитан поднял голову, на лице у него снова было его обычное постоянное выражение непреклонность и непроницаемость. «Возьмите», протянул мне бумагу капитан Гаврилов, «это будет для вас документом на увольнение из расположения училища до вечера». И все стало по-другому в моей жизни в специальном артиллерийском подготовительном училище. Капитан Гаврилов изменил свое отношение ко мне. Я уже больше не чистил по ночам картошку на кухне. Теперь капитан, как бы смирившись с чем-то от него независящим, с чем-то посланным ему судьбой, помимо его воли и желания, регулярно отпускал меня на тренировки и на календарные игры на первенство Москвы. Кроме того, он официально приказал мне организовать футбольную команду нашей батареи и вызвать на соревнования старшей батареи. Летом все наше училище отправилось в военные лагеря в Подмосковье. Здесь было хорошее футбольное поле и команда нашей батареи тренировалась каждый день. Однажды, отбегав два обязательных тайма, мы занимались, то есть просто стучали в одни ворота, тренируя своего вратаря. И вдруг я заметил, что около кромки футбольного поля стоит капитан Гаврилов. Я в шутку послал в его сторону мяч и крикнул, товарищ капитан, дайте хороший пас! Командир батареи носком своего модельного ботинка остановил мяч и не ударил по нему, а подбросил его одной ногой, как делают это иногда футболисты во время розыгрыша штрафного, стараясь хитро перебросить стенку противника. Потом помахал мне рукой и пошел было со стадиона, но остановился. Он стоял ко мне спиной и что-то такое очень странное происходило с этой спиной. Она как-то неестественно дергалась, волновалась, жила своей совершенно отдельной жизнью, в отличие от неподвижной головы капитана, на которой, как всегда, была надета низко, на самые брови надвинутая фуражка. Капитан Гаврилов обернулся, и я увидел, что светло-серые, непроницаемые глаза его распахнуты настиж. В них горел сумасшедший огонь возвращения к чему-то очень давно забытому, задавленному в себе, искорененному из себя раз и навсегда. И в следующую минуту капитан Гаврилов, как был в фуражке и кителе, вышел на футбольное поле своей вкрадчивой, мягкой, танцующей походкой барса. Он попросил мяч. Ему подкатили мяч. Он, ненавидевший футбол, тщательно установил мяч, сделал несколько шагов назад, и, что-то азартно крикнув, что-то вроде «вынимай», разбежался, смешно подпрыгивая на каждом шагу и нанес удар. Мяч выстрелил, как пуля. Он вонзился в сетку футбольных ворот и затрепыхал в ней, как пойманный на полном лету охотничьей сетью ястреб. Это был хлесткий, резкий, четкий, хорошо поставленный удар специалиста высокого класса. Именно так под оглушительный рев болельщиков били на стадионе Динамо поворотом противника мои кумиры Григорий Федотов и Всеволод Бобров. Я ничего не понимал. Я стоял на футбольном поле, широко открыв рот. Голове моей была задана задача, которую она не в состоянии была решить. А капитан Гаврилов, смешно подпрыгивая на каждом шагу, догнал катившийся по траве мяч и ударил по нему так, что все игроки нашей команды просто ахнули. Мяч летел в левый угол ворот и вдруг, изменив направление, влетел в правый и опять забился, затрепыхался в сетке ворот, как пойманная неводом рыба. Все игроки нашей третьей батареи столпились около своего командира батареи. Никто не смел дотрагиваться до мяча. Все мячи принадлежали теперь только капитану Гаврилову. Все наши игроки накидывали мяч только ему, накатывали мяч то на правую, то на левую ногу только капитану Гаврилову. И он бил, бил, бил по мячу в каком-то яростном упоении, с какой-то неуправляемой самоотдачей, с какими-то бесконтрольно открывшимися возможностями. Он бил сходу, с лету, с разворота, через себя, бил подъемом, шведкой, щечкой. Он наносил один за другим сильнейшие пушечные удары по воротам, подрезанные, закрученные, пластированные мячи летели по дуге, врезались в сетку, отскакивали от штанги, улетали за ворота метров на 30, на 40. под градом лил с капитана Гаврилова, но он не обращал на это никакого внимания. Он уже не подпрыгивал на бегу, он забыл о своей мягкой вкрадчивой походке, он двигался по полю рывками, ускорялся, набегал на мяч, делал финты и бил, 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 с яростью бил по воротам. Ему не было удержу. Как говорят футболисты, он дорвался до шарика и теперь уже ничто не могло остановить его. Это была ослепительная вспышка игровой страсти такой силы, какую редко можно было увидеть даже среди футболистов команд мастеров высшей лиги. Кто-то из наших игроков навесил мяч с края на штрафную площадку. Капитан Гаврилов сдернул с себя фуражку и головой ударил по мячу шарик, в очередной раз влетел в ворота, а капитан Гаврилов вдруг остановился и зашатался. Мы все бросились к нему. Рубец шрама на виске командира нашей батареи Пунцов обогравел. Увидев наши испуганные взгляды, капитан быстро надел фуражку, несколько секунд стоял молча и неподвижно, а потом подозвал к себе меня. Пойдем на речку, тихо сквозь зубы сказал он мне, держа за мое плечо, только пусть с нами больше никто не идет. Мы пришли на речку, бежавшую в кустах неподалеку от нашего лагеря. По дороге капитан Гаврилов сильно хромал и молчал. Модельные его полуботинки от ударов по мячу треснули в нескольких местах. На берегу капитан тяжело опустился на землю. Ты вот что, устало сказал он, впервые называя меня не на вы, как называли все офицеры нашего училища, всех курсантов, а на ты. Ты вот что, ты прости меня за то, что я не отпускал тебя сначала на футбол. Для меня футбол запрещенное слово. Я ведь до войны в запасе мастеров ЦДК начинал играть. Вместе с самим Федотовым по одной поляне бегал, а после госпиталя командир батареи махнул рукой и некоторое время сидел молча неподвижно, глядя прямо перед собой на неутомимо журчащую в кустах речушку. Потом сбросил с себя китель, фуражку, снял ботинки, брюки, рубашку, майку и с трудом поднялся. Он стоял передо мной в одних трусах и мне было видно все его тело, спина, плечи, грудь, руки, покрытые бесчисленными шрамами, ожогами, пороховыми следами. Но самое страшное было не это. Самое страшное было то, что у капитана Гаврилова на обеих ногах не было пальцев. ступни оканчивались искромсанными култышками. Я не верил своим глазам. Ведь только что, несколько минут назад, этот человек без пальцев на обеих ногах целых полчаса бегал по футбольному полю и бил поворотом, как первоклассный мастер. Не смотри туда. Нахмурившись строго, приказанный командир батареи, лучше помоги до воды дойти. Без модельных своих длиноносых полуботинок капитан еле шел. Он тяжело опирался на мое плечо. Я чувствовал его нервно вздрагивающую руку на своей гимнастерке на своем узком курсантском погончике. Дойдя до края берега, капитан Гаврилов сел на обрыв, опустил ступни ног по щеколку в воду и закрыл глаза. Все ожоги на его спине напряглись, натянулись, сморщились. Под Сталинградом ноги отморозил, доверительно, как бы объясняя то, чего не успел объяснить раньше, сказал командир батареи. Без сознания был, когда подобрали, а то бы не дался резать. Он посидел еще немного на берегу, потом чуть привстал, бросился головой в воду, вынырнул и поплыл. В тот день что-то произошло со мной. Как-то не по себе стало с того летнего дня в военных лагерях нашего училища в Подмосковье. Когда я видел капитана Гаврилова, танцующей походкой идущего вдоль наших белых палаток или мимо стоявших на специальной площадке противотанковых сорокапяток, материальную часть которых мы усиленно изучали, внутри у меня что-то начинало уплывать в сторону. Какая-то тяжелая волна накрывалась головой, и я ничего не мог сделать с собой. не в силах был справиться со своим необъяснимым, нестерпимым состоянием. Осенью мы вернулись из лагерей в Москву. Несколько раз встретив командира батареи в коридоре училища, я вдруг понял, что не могу как раньше смотреть ему в глаза, как я это делал тогда, когда приносил письма от своего футбольного тренера с просьбой отпускать меня на игры. Со мной вообще творилось что-то непонятное. Ни на одну игру осеннего первенства Москвы по футболу среди юношеских команд в составе общества «Крылья Советов» я не явился. Не мог тогда объяснить себе почему я делаю это, но не явился. Я охладел к футболу и больше не думал о карьере великого футболиста, а думал все время о чем-то совсем другом. Сейчас, много лет спустя, вспоминая те времена, я, конечно, знаю, о чем я думал тогда. Все мои мысли были о капитане Гаврилове. Капитан Гаврилов не погиб на войне. Он вернулся с фронта живым, но он погиб на войне как футболист. Война отняла у него его большую спортивную судьбу. Война похоронила его карьеру, может быть, великого футболиста, и он, запретив себе всякие воспоминания о футболе, стал воспитывать будущих молодых офицеров, хотя со своими тяжелыми ранениями мог спокойно уйти на пенсию. Но он запретил себе и это. Он победил не только на фронте, он победил войну в себе после войны, и, может быть, сделать это помог ему футбол, хотя само слово футбол стало для него запрещенным словом. Но футбол вернулся к нему в моем облике. Я казнил капитана Гаврилова письмами своего футбольного тренера с просьбами отпускать меня на игры. Я убивал капитана Гаврилова, не убитого на войне, этими письмами. И я не мог простить себе тогда этих письм. он был одним из тех людей, которые произвели на меня в жизни неизгладимое впечатление. Ни один учитель, ни один педагог не научил меня в жизни тому, чему научил капитан Гаврилов в тот далекий летний день в военных лагерях в подмосковье. Капитан Гаврилов, где ты, как ты, жив ли, сберегло ли время тебя от твоих ран, если жив, откликнись. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...